здравствуйте уважаемые читатели и гости сайта заметки электрика давно что-то я не освещал тему про инструменты в общем кто давно следит за моим сайтом и каналом на ю тубе то знает что в моем арсенале есть всегда место для немецкого инструмента вайкон около двух лет назад мной был приобретен stripper для снятия изоляции с проводов вайкон супер номер 5 а затем и нож для разделки кабелей с 428 с дополнительным крюком кстати он идет сегодня же я расскажу вам про еще один stripper от этого же производителя это универсальный stripper вайкон номер 16 квадро вот так вот он выглядит который также занял достойное место моем инструменте и уже по традиции сначала сделаю обзор данного stripper а затем протестирую его на проводах и кабелях различных марок и сечений и так поехали и как всегда линейка инструментов вайкон имеет насыщенный яркий синий цвет данный stripper имеет пластиковый корпус на основе полиамида усиленный армированным стекловолокном я уже говорил что это очень прочный материал и в то же время он достаточно легкий как и ранее приобретенные мной инструменты вайкон он очень эргономичный и удобно лежит в руке чем же универсален данный stripper и почему ему присвоено такое название квадро перевод квадро с английского обозначает квадрат а значит он имеет как и квадрат четыре основные функции то есть по сути является достаточно универсальным первое это снятие изоляции жил проводов и кабелей сечением от 0 5 до 6 квадратных миллиметров продольный разрез оболочки круглых кабелей диаметром от 8 до 13 миллиметров и 4 эта функция ножа мы начнем со снятия изоляции жил как я уже говорил данный инструмент предназначен для снятия изоляции жил проводов и кабелей сечением от 0 5 до 6 квадратных миллиметров только вот у него имеется строго определенные шаги по сечениям это 0 5 0 8 полтора два с половиной 4 и 6 в принципе основные сечения здесь представлены тем не менее мне зачастую приходится зачищать жилы сечением 0 75 квадратных миллиметров но окно 0 8 может просто-напросто не прорезать у него изоляцию но это мы узнаем чуть позже на практике и как всегда у него с одной стороны обозначенное сечение в квадратных миллиметрах а с другой по американскому калибру avg от 20 до 10 по материалу жил ограничений нет будь это хоть алюминиевый хоть медный проводник хоть жесткий однопроволочный хоть гибкий и многопроволочный провод главное чтобы его изоляция была из пвх ну может быть и резину кстати прорежет я как-то пока еще не пробовал если честно длина снимаемой изоляции определяется глубиной корпуса стрипера это порядка 15 миллиметров стриппер разделен на две части а в каждую его половинку врезано лезвие ножа для конкретных сечений вот и вот второе кстати данные лезвия замене не подлежат надеюсь что они будут служить достаточно долго и плодотворно стриппер можно зафиксировать закрытом состоянии вот у нас за челочка здесь есть что очень удобно например во время транспортировки а теперь возьмем провода различных сечений и опробуем наш стриппер на практике в левом ряду у меня находятся гибкие проводники пугв ну или пв3 по старому то есть гибкие многопроволочные проводники это у нас шестерка гостовская красная шестерка это уж на четверка гостовская два с половиной полтора и я также взял для примера 075 в правом ряду это у нас провод pv1 жесткий или однопроволочные проводники это у нас шестерка гостовская это шестерка это уж на это у нас четверка это у нас два с половиной и полтора квадрата сейчас я покажу вам принцип снятия изоляции на примере провода pv1 сечением два с половиной квадратных миллиметра и так берем нашу жилу и зажимаем как бы обхватываем ее стриппером соответствующим окном по сечению то есть у нас два с половиной напомню вот то есть обхватили провод тут же определяем сразу для себя длину зачистки самого проводника напомню что максимум у нас можно зачистить до 15 миллиметров здесь никаких ограничительных упоров нет длина зачистки определяется строго на глаз и так еще раз берем жилу и зажимаем ее в соответствующее окно нашего стрипера делаем пару поворотных движений чтобы сделать надрез по окружности жилы и стягиваем с нее изоляцию готова давайте еще раз обхватили жилку 1 1 готова то есть как видите все происходит легко и непринужденно это у нас был два с половиной так это у нас полторашка также закладываем его в соответствующее окно готова готова так это у нас четверочка жесткий готова готова это у нас шестерочка уху можно так вот стягивать в принципе тоже удобно готова так есть у меня еще шестерка она чуть больше даже виду вот визуально да такая гостовская гостовская давайте попробуем обхватываю оппал готова еще раз много не будем снимать жесткими проводниками проблем у нас нет давайте тогда аналогично гибкий полторашка зажали готов так два с половиной гибкий четверочка лично так шестерочка гибкий отлично так это у меня ты уж на шестерка а вот это у меня побольше гостовская еще еще проще снимается готова есть у меня еще вот 075 гибкий давайте посмотрим как он зачистит его в окне 08 отлично он как бы чуть чуть не дорезает но вполне как бы обхватывается хоп хоть и написан 08 на 075 берет превосходно в общем скажу честно что я поначалу скептически вообще относился к подобным способом снятия изоляции но после эксплуатации данного стрипера данный способ мне нравится все больше и больше конечно же снимать данным стрипером изоляцию например для монтажа скрутки или опрессовки им уже не получится там необходимо зачищать жилу не менее 5 сантиметров а то и больше иногда данный девайс предназначен сугубо для зачистки и изоляции жил при подключении их к различным электроустановочным изделиям типа розетки и выключателей автоматы узо различные клеммники и тому подобное я уже неоднократно говорил и в очередной раз повторюсь при снятии изоляции с помощью ножей бокорезов и прочих инструментов есть риск повредить жилу таковедущий жилу особенно у проводов малых сечений в результате неаккуратных действий можно оставить на жиле насечку и при нескольких изгибах жила в этом месте может легко уже обломиться ладно если это случится тут же при монтаже а если при эксплуатации на находящемся в работе оборудовании ничего хорошего в этом нет да и не стоит как бы доказывать что при использовании подобных стриперов хоть таких таких время на снятие изоляции тратится гораздо меньше да и работать подобным инструментом одно удовольствие перейдем к функции стрипера по снятию оболочки с кабелей и проводов если сечениями жил все понятно то по диаметру кабелей 8-13 миллиметров внесу пояснение данным инструментом можно без проблем снимать оболочку со следующих кабелей и проводов из полтора шик это три на полтора четыре на полтора и пять на полтора два с половиной это два на два с половиной три на два с половиной четыре на два с половиной пять на два с половиной четверку можно снять три на четыре то есть трехжильную четверку и также им можно снять ПВС 3х6 По нему 3х1,5 смело можем снять 3х2,5 3х4 И 3х6 3х6 там уже немножко Больше у него В наружный диаметр Но снять можно Начнем с поперечного разреза Оболочки С одного торца Стрипера Установлены 2 половинчатых лезвия Вот 2 половинчатых лезвия Для поперечного разреза Оболочек Проводов и кабелей Кстати данные лезвия Также не подлежат замене А срок их эксплуатации Можно будет определить Лишь опытным путем Надеюсь что они прослужат Без нареканий Достаточное время Это у меня ПВС 2х2,5 круглый Обхватываем Раз оборот Два оборот В принципе вот она видите Она все прорезается Ну а дальше можно воспользоваться уже продольным снятием Оболочки О чем я сейчас и расскажу А здесь что Здесь по длине снимаемой оболочки Видите Ограничений нет Кабель можно обхватить Абсолютно в любом Удаленном месте От его конца То есть видите Кабель проходит сквозь Стриппер Раз здесь взяли Там допустим Обхватили Сделали надрез Вот вам надрез Ну а теперь рассмотрим Возможность Продольного разреза В принципе здесь то же самое Только для продольного разреза Используются уже Другие Ножи Другие лезвия Ножи эти также не съемные И замене не подлежат Ну вот у нас уже есть Надрез Смысл аналогичный Обхватываем Кабель И плавненько ведем Стриппер вдоль кабеля Вот таким вот образом Все обхватили Держим И поехали Так ну все Вот у нас идет Наш продольный разрез Вот от нашего поперечного Все Тут мы уже Разделываем наш кабель Вот и готово У меня есть Такой полукруглый Так сказать ВВГ 4х2.5 В принципе можно И у него Снять оболочку Так же обхватываем Делаем Поворотные движения Потом переставляем Лезвие Вставляем его Сюда вот таким образом И Все готово В принципе не только На ПВС И на Нюм Можно использовать Что хотел бы еще добавить В общем Очень удобно Пользоваться данным Стриппером При снятии оболочек Кабелей и проводов В ограниченных Пространствах Например В подрозетниках Распределительных Коробках И тому подобное А помимо функции Снятия изоляции С жил И оболочек Круглых кабелей Универсальный Стриппер Квадро Дополнительно Имеет Выдвижной Нож С крюком Вот Данный нож Один в один Как у ножа Вайкон С4-28 Видите Два одинаковых Лезвия А вот тут Уже есть Кстати Возможность Его Замены Видите Здесь Это позиция Заказная И в случае Необходимости Данные Данные Лезвия Данный Вот этот Выдвижной Нож Можно Заменить Ну Здесь То же самое Конечно Вот он Зафиксирован Состояние Находится Чтобы его Выдвинуть Нужно Как бы Снять С предохранителя И Дальше Опять Зафиксировать Все Поработали Ножом И Забвинули Его Обратно Ну Что Здесь Выдвижное Лезвие Имеет Две Режущие Кромки Одна Режущая Кромка Имеет Прямолинейную Заточку С двух Сторон И Необходимо Для тех же Функций Что и Обычный Нож А вот Другая Кромка Имеет Форму В виде Крюка С внутренней Заточкой Лезвие В виде Крюка Можно Применять Также Для снятия Внешней Оболочки С кабелей Я уже Об этом Вам Рассказывал Когда Делал Обзор Вот Про Этот Нож Скажу Сразу Что Способ Снятия Внешней Оболочки Круглых Кабелей С помощью Лезвия Крюка Мне не Очень Нравится Да И Небезопасно Это Да И Зачем Когда Круглый Кабель Я могу Разделать Выше Рассказанным Способом Да То есть С помощью Уже Имеющихся Здесь Специальных Ножей Для Этой Функции То есть Если Необходимо Разделать Плоский Кабель То Разделать Я его Могу С помощью Того же Ножа С пяткой Или На крайний Случай Обычным Вот этим Же Ножом Но Про Преимущества И Недостатки Данного Стрипера Я вам Добавить Что Стоимость Данного Экземпляра На момент Публикации Видео Составляет Около 2300 Рублей Я считаю Что это Совсем Недорого Для Такого Универсального Инструмента Если Вам Уже Приходилось Пользоваться Немецким Универсальным Стрипером Войкон Номер 16 Квадро Рассмотренного В данном Видео То Поделитесь Своим Мнением И впечатлениями О нем В комментариях На этом Я завершаю Видео Кому оно Понравилось Обязательно Ставьте лайки Обязательно Подписывайтесь На канал Кстати Скоро На канале Будет Очень Интересный Конкурс С очень Хорошими Призами Всем Спасибо За внимание С вами Как всегда Был Дмитрий Автор Сайта Заметки Электрика До Новых Встреч Дмитрий Субтитры сделал DimaTorzok